Время было очень рано. Шары я продрал, ни свет ни заря. Вышел полюбоваться на то, чем занимался вчера и после чего я еле добрался до кровати. Эта постройка, чтоб ей сука неладно было, сил забирает как картоха в деревне у бабушки. Я думаю всем знакомо, когда бабуля просит помочь выкопать картошку. Ходя вокруг моей новоиспеченной хаты, я заметил одно но. Блин, как же я буду дотягиваться до верха? Попрыгав как идиот пару минут, в голову пришла нехеровая идея. Взглянув на кучу деревяшек, которые валялись под ногами, я выбрал одну самую ровную и длинную, размером 150 на 56 тысяч, конечно же миллиметров. Первое нелегкое испытание на выносливость предстояло пройти моей и так уже покалеченной дисковой пиле. Это хорошо, что я хоть не зажопил и купил ей новый диск, а так бы пришлось похоронить ее после первой сырой деревяги. Так, пилу помучил, теперь пора разворачивать свои извилины в голове и вспомнить детство. Конструктор деревянный, который был единственный в моей семье, с ним я справлялся замечательно. Из этих напиленных брусков и еще пару штакетников мне предстоит соорудить помощника на долгие два месяца моей постройки. Кстати, ссылочка на канал, где я строю мастерскую, находится в описании. В голове уже есть картинка, что должно получиться. Пользуясь этими чертежами, выкладываю первую деталь. Не забываю промерить все размеры, чтобы не получилось сикось на кусь. С помощью шурика и сымиков скрепляю всю конструкцию. Все торчащее неправильно, каркалыги сразу отпиливаю, чтобы не запутаться в чертежах. Собрал я первые две запчасти махом часа за два. Теперь предстояло самое трудное. Держать две готовые штуковины и к ним прикручивать еще штуковину. И каким-то местом надо было держать шурик. Я был очень удивлен, когда у меня все получилось со второго раза. Скрутил, по периметру все лишнее отпилил. Снизу все то же самое и также отпилил. Пока ковырялся, вспомнил, что не сделал утреннюю зарядку. И решил, не отходя от кассы, сделать несколько подходов на некоторые группы мышц. С одной стороны прикручиваю несколько поперечек. Будут служить, как ногонаступальня или телоподнимальня. собранный коробок усиливаю диагональными продольными вставками. И сверху устанавливаю кусок USB. Все прокручиваю саморезами, чтобы на века. Сверху на двух торчащих кусках прикручиваю USB и делаю в виде спинки стула. На эту спинку накручиваю весь хлам, который смог найти. Это пластиковые трубы, резанные канистры, саморезы всякой разной длины. Конечно, удобства его таскать не особо много. Но вот когда залазишь наверх, чувствуешь себя богом стройки. Все под рукой. Никуда не надо бегать, что-то искать. Короче, идея простая, но эффективная. Если понравился вам мой козел, жмите лайк, подписывайтесь. Ну и конечно же жду от вас писем в виде комментариев под видео. Всем пока-пока, до скорой самоделки. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...